Всем привет, дорогие друзья, с вами Погос. Вот уже Новый Год, а значит и новый выпуск, знакомьтесь, Боб, тоже посвящен этому празднику. Давайте разберем пасхалки. В самом начале, во время рекламы, показывается рекламный Боб в костюме Шиноби из вселенной Наруто. Если посмотреть тут, среди подарков можно увидеть и ютубовскую кнопку. Наверное, за лям подписчиков золотую, а? Боб встречает игрушку Чип, это такой вот песель. Ну, разумеется, Диктор его слегка модифицировал, так как сомневаюсь, что подписчики бы желали смерти Бобу. Больше Диктору бы желали смерти. А тут у нас Олаф из Холодного Сердца, один из персонажей, который меня жутко бесит. Как и пряний Шрека, он, кстати, тут. Боб распаковывает подарки для защиты от этого электронного бультерьера и достает палочку из Гарри Поттера. Но вместо Авады Кедавры, Боб материализует Арнольда в качестве раба. Хорошая шутка. И очередную няшку. Уж не отсылка ли на художницу Софию Лоскучерявую, если остановить на 25 кадре. А рядом с золотистыми буквами хэштег Боб Живи, который был ранее в эпизоде про Торнадо. В этом моменте обратите внимание на отсылку на эмблему DreamWorks. Зато ребята удивили тем, что Боб впервые заговорил. Он сразу же предупредил, что исходный Боб теряет контроль. И появляется силуэт Боба со шрамом. Но давайте об этом позже. В конце колесницу по небу вводит, возможно, Геркулес диснеевский. И падает на землю Боб космонавт. Блин, все-таки он выжил, а не сгорел в верхних слоях атмосферы. Ну ладно, живи. Я подготовил вам новую загадку. Ответ на предыдущую революция. Кто не понял, как разогадать, я лишь поменял порядок букв и зашифровал кодом А1 за 26. Ну или А1 и А33, если взять русский язык. Ладно, вот вам новый шифр. Сразу скажу, ищите подсказку в видео. Я задался вопросом о том, о чем говорил этот Боб. А именно, происходного Боба. Извините за тавтологию. Многие из вас подумали на нашего революционера, Боба со шрамом. А что если я вам скажу, что речь идет об оригинальном Бобе, Роберте Смитте. Который, возможно, появился в серии про Боба-психа. Возможно, этот самый исходный Боб находится либо в заключении, или в коме после электрошоковой терапии. И он, скажем так, дал сбой. Либо сбежал, либо что-то еще. Зато видно, что Боб со шрамом вошел в симуляцию для спасения праздничного Боба. И несмотря на попытки Диктор аккуратно перенести последнюю в другую симуляцию, Боб со шрамом перенесся туда же и спас Боба от праздничного салюта в последний момент. Что думаете об этом, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Друзья, завтра ожидается небольшой новогодний подкаст по каналу, где я расскажу про возможные будущие проекты. Ладно тогда всем с наступающим, и да пребудет с вами Новый год. Редактор субтитров А.Семкин